Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не знаю, что в этот раз, возможно, у него на геймпаде провод заделся, он решил пересесть на руль с педалями, а возможно, он просто подрубил Dendy'овский джойстик, не знаю, что-то ему как всегда не нравится. Ждем, ждем, ждем начала игры. Ну, пока продолжим снимать музыку, послушаем, наверное, дальше. Если бы тебя спрашивают, что за трек, это насколько я понял, дабстеп, нет? Что это была за тема, раз вы хотите узнать, ну, честно говоря, я даже сам не знаю, что я поставил. Так, это был... Был-был-был-был-был-был, что я поставил, черт подери, я, честно говоря, не помню. А, вот, Bad for Lunch is Daniel. Копирую вам название. Где тут моя строка, пишущая, вот. Ну и поставим еще другой трек, пока не началась игра все-таки. Слим, уже не надо ставить музыку, игра опять началась. Я так и понял, выключаем музычку. А какой вопрос? И возвращаемся к чату. Да, вопрос еще раз, подожди, пожалуйста, задай. Так как вопроса почему-то я тоже не видел. Итак, Тауси таки ведут 11-7. Стараются они медленно контролить, насколько я вижу. Вот стоит тут Фейн с арбалетом, но, как всегда, танк онмайнерским пылесосом все не сбивает. В этой игре. Тупой вопрос, Бизарро, я думаю, на этот вопрос может тебя ответить сам Пингвин. Поэтому погуглим. Может быть тебе поможет. 13-13. В принципе, танк начинает выдавать 4-1. Смотрим на танка. У него очень мало ХП, но... Я знаю, что у пингвина пупок там же, где его из зуба. Вот это я знаю точно. Поэтому вопрос из игры очень интересный. Очень актуальный. И 20 на 14. 20 на 14. Да, 21 на 14. Но танк, видишь, как бы, я не вижу, чтобы он что-то такого вешал, интересно. Сейчас очень хороший выпад делает Техно. Бывает на сарбалетом. И отходит на другой фланг. Сейчас он контролит по лестницам, так сказать, соперников. Находит, он простреливает. И можно сейчас убивать? Нет. Ой-ой-ой. Туп-1 дал. Такой фраг четкий. 25 на 19 Тау руля. Ну, это просто что-то с чем-то. Если сейчас Тау выиграет Кросс, мне это будет сюрприз. Так как, мне кажется, что такому русскому составу русскому, как СМ, в данный момент, выиграет... Ой, Крив через Ламшки, красавчик, двоих, красавчик, забирает еще раз Ной. О, великий топ-1 Ной вообще недавно нам выдал такую штучку, опять же, с которой мы действительно хорошенько посмеялись потом. Ной утверждал, что он шпилит больше меня. То есть, соответственно, Ной играет профессионально раньше, чем с 2003 года. Ну, тогда другой вопрос, где же этот уровень игры, топ-1, как он заявляет о себе, я его почему-то не вижу. Ну, что же, делает он великий танк, красивый фраг делает, сверху, где он подлетел вверх. Вот, если пропускаю, Ной тут, ну, я не видел, все это за Ной. Посмотрим, в общем, кто сейчас лидирует по фрагам. Это Ной и этот танк. Ну, давайте посмотрим за танком. Как он лидирует, он сейчас выходит, у него, кстати, бак, так что был на Гаусс и Арбалет, но он не спешит. Вот, увидел своего тиммейта и решил пойти в бункер, но ему вот кто-то не дает, два раза он промахивает. Помогает ему с угол, сколько с тем это подлетел, но танк еще, вот, подлетает на верх и, может, сделать фраг, но, опять же, два раза промахивает, ему срочно нужно отжираться и отжираться не только в плане патронов, конечно же, но и в плане хэпп. Так как 30 на 30 стак очень паршивая, да, и желательно ему нахавать очень быстро и очень много. 72 хэпп, а все равно сжирает, еще раз вверх летит, промахивает, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, да, неудачно. Вот к нему прилетает чувак, который сейчас его убьет, я уверен, потому что я его убью, приходит еще свой тиммейт, вот, честно говоря, выживает танк сейчас, по сути, за счет тиммейта. Ему не стоит здесь находиться, мне кажется, тут надо либо отжирать патроны и идти в бой, либо валится в танк. Тата Офф, увидел, как на карасе в бункере 4х убил одним быстром с раскрутки, у тебя такое было. Лично у меня такое, ну, вопрос прострелом, или же напрямую, напрямую 4х как бы сделать, по-моему, я не скажу, что это реально, мы как бы не тестили, но я не помню такого, что бы было. А прострелом, да, я думаю, что у меня были такие фраги. А, бездар спрашиваешь, в команде Тао вообще были какие-нибудь знаменитые игроки, ну, кроме Ноя? В команде Тао знаменитые игроки, ну, команда Тао, как бы за всю историю своего существования, нет, они не достигали ничего такого серьезного, разве что на местной своей сцене. Что касается прострел четверых, прострелом, да, у меня такое было, но не в профессиональных играх, потому что никто так подставляться не будет. Максимум, сколько можно прострелом, да, я думаю, ну, не бесконечно, конечно, но, ну, я же говорю, мы как бы это не тестили, если собрать всех в комнате... Попробовать можно, да, пострелить? Да, если собрать всех в комнате и сделать один пострел, я думаю, человек 6, 8, даже 10, возможно, такие убить, мне кажется. Хотя, ну, опять же, это можно тестить, мы такими не занимались, и 66, не 50, а у рулят, же, что такое жесть, я не верю с вами, розовый. Да, мы, в принципе, потестируем, и тогда запишем, наверное, видеоролик, и покажем вам прямо в эфире, как это происходило, вот, только тогда нам нужно, нам будет, соответственно, народ набрать, и мы потестируем какие-нибудь интересные вещи, так вот, например, мы вчера показывали баги. Да, может быть, сразу онлайн делать вещи. Да, где онлайн сразу? Ну, это, знаешь, как-то непрофессионально будет выглядеть. Да, возможно, но это будет даже интереснее, чем так. Так, ну, чем записаться? Типа, не соврем, так сказать, сразу покажем. Ну, а где ты сейчас соберешь, там человек 8, 10 на сервере, я думаю, что это вряд ли. Хотя, можно прям, да, собрать, конечно, можно прямо здесь даже попросить ребят просто встать, но мне кажется, что это нужно как-то быстро действовать, тогда если все получится, в общем, попросишь сейчас ребят собраться, ну, еще не ходи с сервера, и встать на документах, чтобы прострелить, было бы, это действительно интереснее. 75 месяц, к тебе дело не есть, сбирай пока, людей. Да нет, вот мы на сервере уже, пусть они все здесь остаются, просто надо их попросить, чтобы они быстро не вышли, как бы, чтобы мы успели протестить эту штуку. 77 на 64 рулят сейчас Тау, топ-1 пытался убить чуваков возле бункера, но не получилось у него 2 этого L, по-моему. Так, снэкер бэдгауз. Ой, как это я его залепил, так танк ракетой, ужас. Я вообще не понял, как это произошло. Так, техно влетает нас наверх, но опять не попадают. О, убил он такие одного, наконец-то. Ну, вот, знаете, мое личное мнение, что если с этой точки стрелять, то желательно стрелять прострелами. То есть, никто, видите, не использует прострелы на крыше. То есть, не простреливают крышу, никто. Биз, слим, мне кажется, было бы лучше изменить текстуры, там вот синрайдеров оставить для стрима. Дело в том, что если я поставлю детализирование и еще текстуры, лагать-то не будет, но у вас квадратиков прибавится раз, так, в 50% больше. Вот, поэтому я уже как бы это тестил раньше, и я считаю, что HD текстуры не стоит ставить, так как действительно будет очень сильный квадрат, и тех HD текстур, по сути, и видно-то не будет. Слушай, Дима, я как-то смотрел твои, ну, вот эти вот там воды все, раньше у тебя и качество было отличное? Дело в том, что раньше я делал такую штучку, что воды все я записывал в хорошем качестве. То есть, я записывал в 3 мегабит, в 3 мегабит битрейт, вот, и все воды, как бы, у меня записывались одновременно с стримом в хорошем качестве, но стрим был-то в таком же качестве, как бы. Но сейчас я этого делать не хочу, потому что я уже стримлю через Xplit, а не через другие программы. И здесь, кстати, напряжено, так как, когда запускаешь рекорд на стрим, как бы, и рекорд на комп, происходит такая вещь, что, как сказать, в общем, сбивает стрим сам онлайн, в трансляции. Бывает невозможно восстановить ее, когда записываешь так же и на комп одновременно. Поэтому я решил, как бы, этого не делать, и пока что, как бы, стримить в таком, ну, стримить и воды оставлять в таком качестве, каким они есть. И я считаю, что люди, как бы, ну, все равно, как бы, качество смотрибельное, поэтому 2 мегабита нету на отдачу. Нет, к сожалению, не на отдачу, всего 700 мегабит идет, поэтому... о, мегабит, как говоришь, килобит, поэтому никакого дерьмового качества. А на ИХЛЛ БИС можно использовать только HD и стандартные? Да, стандартные и HD текстуры тоже можно использовать, насколько я знаю. Но, вообще, желательно стандартные. Вообще, БИСД отличный используй стандартные. Зачем менять вашей текстурой? В принципе, я согласен с тобой. 104 на 909 счет прошло больше половины времени, и, как мы видим, опять делают камбэк... Ой, что делать, мой... Делают камбэк из Сэм. От Сэндрайдерских. Сэндрайдерские текстуры, они называются HD текстуры, потому что они высокодетализированные. HD, да. HD. HD. Именно они. О, смотри, даже к Велган присоединяюсь. Уилл. Просмотром. Странно. Люди из РФЛ смотрят стрим. Зачем это? Непонятно. Так, ну что ж. 107 на 105. Делают такие камбэк из Сэм. И... 9 минут. Тут надо булки очень сильно поднапрячь Тау, потому что, если сейчас ничего, как бы, не произойдет такого, что они опять пару лет вперед, они просто проиграют. Хотя, вот видите, они опять начинают рулить вперед. Посмотрим теперь мы за РФЛ, как он старается, как он ведет, наверное, свою команду к успеху. По статистике, ведет свою команду к успеху топ-1. Видео, и даже так. Вот. А УСМ ведет к успеху... Танк. Ну, все равно, посмотрим за РФЛ. В бункере делать нечего, к сожалению, так как, ну, минус 1 фраг всем, да, допустим, и чувак. А дальше ничего особо и не будет. Тем более, что, как мы уже говорили на прошлом стриме, что он вернулся от бункера, впрочем, простого. Поэтому, как бы, зачем? Это даже и не... Ну, поржать, да. Ну, не более. Так, ну, что ж. Лагать не должен, не знаю, почему он лагает, опять же. Говорят, лагает стрим. Чуть-чуть. Хотя... Ну, ребят, если сейчас разлагает, я надеюсь, что произойдет, будет круто. Если же нет, то придется слагами досмотреть, потом я опять работну его, и все должно быть окей. Вот, наступили такие на пятки SM Тау, и они уже начали лидировать на 3 фрага, вот. Поэтому им надо собраться серьезно, поскольку они просто упустят свой шанс на... Так, 5 нейтрал еще. Да, Фик сейчас, конечно, стал очень жестоко лагать. Разве? По-моему, ребятам сказали, что уже отпустило. Я сейчас, конечно, попробую обновить, может, у меня опять что-то не тормозит. Да, Egon, Egon юзают, ребята, как бы. Ой-ой-ой-ой-ой, посмотри, Тау быстро выходит вперед. Боже, я не успеваю чат читать, и... Самое... Так, ребят, еще раз точно напишите мне, лагает стрим или нет. Что-то я ничего не понимаю уже. 134 на 134, и это действительно очень close game. И там она будет так продолжаться, так что с ним подряд, и там будет, потому что нечто, и моего голоса не хватит. Лагает, говорят. Временами. Блин, я не знаю, ребят... Вот сейчас отпустили. Нет, сейчас все хорошо. Ну, ребят, я ничего не могу сделать, в общем, в интернет у меня все время показывает, что битрейт как бы нормально доходит до... Оуна, да, возможно, это уже Оуна, что-то там, наверное, химичек. Я ничего не делаю. Вот. У меня лагать как бы ничего не нужно. К сожалению, у нас сегодня на стриме почему-то... больше, чем 30 человек не сидит. Вот. 130, 130, 130, 130, я опять сравняю. 140, да. Тут, короче, вообще жесть происходит, что... Посмотрим мы за танком, он сейчас находится с арбалетом, и... Ну, я думаю, бы он сдал фрагом, кровищий полетел, но нет. Беретный пылесос, и... Сразу бил пылесос. Это жесть. Бывает одного. Сначи все время играет своего, и это уже... Со временем чего-то добавится, но... Надеемся, что со временем. Сколько этого времени пройти тут должно быть, да, называется? Да, я не вела... Слушай, ну, она стала, конечно, неожиданной это все. Да, я не ожидал, что на самом деле вроде так вот хорошо на кроссе играет команда. Ой-ой-ой, какого делать фраг танка? То есть можно еще один? Нет. Помахивается, он сегодня не накуренный, он сегодня танк. По накурке я слышал, что играет он лучше. Вот так вот. Делают еще один хороший фраг, но я сейчас газ в руках очень довольный. Еще один фраг. И вот... Ой-ой-ой, ну и просто... Рокет красивый предельяк. Влогбешный фраг. Тим Кинг делает, да? Крепный влогбешный полетелый. Ну, стримы у нас сейчас уже начинают становиться такими частыми и долгими. Так как мы стримимим часов по 5-6 постоянно. Вот. Но, к сожалению, мы можем стримить еще и я только вечером. Поэтому, как бы... Увы. Увы. Если кто даст немного дзинджата, купит коту процессор 4-х ядерный. Хорош, ты че стрим? Ты че стрим? Я все правильно говорю. Если кто-то поможет, то... Немножечко капуней. Вот. Будет 4-х ядерный просто от же кота. И когда кот, пока меня не будет, сможет развивать свои навыки комментирования. И вообще сможет он так же стримить. И даже с лучшим качеством. Так как у него интернет, слава богу, выдает больше, чем полтора мега где-то битрайта. У меня Windows 7. Но, у меня, к сожалению, интернет для стрима. Но, белорусы, например, хорошо, потому что... Слушай, ты смотри, какой они отрывцы делали. 172 на 152. Да. Вообще. Это был именно переходный такой момент, когда не собрались. И, возможно, вот как раз это был именно тот переломный момент. Когда Тау уже ничего не смогут сделать. Так. На каком характеристике, то что, думаю, себе брать мощное что-то до стрима. Было бы классно, Шумчик, если бы ты нам помог и так далее. Характеристики моего компьютера. Intel Core i7. 9x920. 4 ядра каждая по 3,2 Гц. Потом полтора терабайта винчестер. SATA, конечно же. 8 гигабайт DDR3. Ну и видеокарта. ATI, Radeon, HD6850. 1 гиг. Тата Офф. Кто раньше лет 10 назад играл в Хоффу, тот и смотрит. Она не так популярна, как CS была. Ну, не скажи. Я считаю, что Half-Life была так же популярна, как Counter-Strike, когда появилась. Просто, конечно, тогда интернат ни у кого не было. И народу вообще меньше играми интересовалось. Вообще, как бы, можно найти много, достаточно большое количество зрителей. И даже каких-то новых ребят. Но тут именно прикол в том, что нужно анонсировать, рекламировать, там, везде кидать все дела, чтобы все понимали, знали. А то, что я отключил стрим, и кто знает, что я его отключил. Никто. Сам с собой разговаривать буду. До конца матча осталось минут 25 секунд. Но, как я уже говорил, тот был именно переломный момент игры. Как бы, и тут уже, вон, преимущество фактически в 40 фрагов. Я прямо сейчас ставлю счет 2-0. Увы, увы, Тау не выдержали того момента, как бы, ну, не выдержали прямо у нас выйти, когда нужно было, так, секунду, мне еще пишут в Steam, возможно, у нас назревает. Про литий ОСМ гриф стал. Гриф, да, ну, бывает. Так, в общем, сейчас, смотри, кто мне написал, возможно, меня кто-нибудь еще опустил. Опа, с Артом мне сейчас будет играть Терри написал, что Х2. Пять минут я у него попрошу. С ним пойти через 5 минут мы должны играть, ЕХЛЛ. Нет. Как нет? Ты не прав. Через час. В 12, что ли? Ты сказал в 11. Ну, время же перевели, это я вчера говорил в 11. Хотя, подожди, а какой 12? У вас сейчас 11, разве? У нас сейчас 11. Это поскольку времени перевели? Из 5-11. Это поскольку времени перевели? Значит, у меня 8, у вас 11. Да, получается, что в 12 тогда, потому что было написано 20 ГМТ, а поскольку 20 ГМТ, для меня это... Ну, у нас 11 часов. Нет. На 3 часа больше? Да. И на 4? Ну, уже на 4, потому что время перевели, еще раз, я не говорю. А у вас же время не переводится. Знаю, у нас не переводится вообще. Ну, а у всех страны, на них переводят.